Айжан Акбаева переживает за своих детей. По её словам, лифт в многоэтажном жилом доме оставляет желать лучшего. При неосторожном обращении есть опасность, что ребёнок упадёт вниз с железных решёток. Дверь на второй этаж не открывается, она привязана проволокой. Как видите, лифт то работает, то не работает. Ведь в нашем подъезде проживают многодетные семьи. Сосед с ограниченными возможностями во время остановки лифта испытывает трудности. Были случаи, когда беременные оставались в лифте. Эти сетки, они ненадёжные. Наши дети знают, что подходить опасно. А если дети гостей уронят игрушки и захотят их достать, через отверстие могут ведь упасть вниз. Поэтому мы стучимся во все двери. За проезд в лифте владельцы 109 квартир ежемесячно платят по 1 тысяче тенге. Они не понимают, почему услугу, за которую они платят вовремя, не получают. Ещё одна проблема – мусор вокруг лифта. «Вот сами видите провода. Кто знает, ребёнок схватится и может его током убить. Провода неизолированы. Как можно? Здесь ведь люди живут». Специалисты учреждений, обслуживающие лифтовое хозяйство в жилом доме 135А микрорайона Нурсад, где проживают многодетные малобеспеченные семьи и граждане с ограниченными возможностями, о жалобах жители знают не понаслышке. Вот только почему-то до сих пор не принимают никаких мер. «Да они с лифтёром повздорили и решили его наказать, пригласив съёмочную группу. А насчёт лифта? Лифт работает. По жалобе разберёмся». Если специалисты не исправят недостатки в лифтовом хозяйстве, жители, говорят, будут обращаться в городской Акимат.